Витебский вокзал в Санкт-Петербурге Он открылся в 1837 году. Среди первых его посетителей был император Николай I. В 1904 году открылось новое здание Витебского вокзала в стиле модерн, очень необычного для XX века. Крупные элементы, асимметрия, обилие металла. Железнодорожные пути вокзала расположились на втором этаже. Над ними ажурные перекрытия, которые сейчас очень популярны у фотографов и кинематографистов. Здесь снимались такие фильмы, как «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона», «Вокзал для двоих», «Брат», «Анна Каренина», «Серебряные коньки». Вокзал в Сочи был открыт в 1952 году. Он является одним из самых красивых вокзалов Европы по версии ЮНЕСКО. Выполнен вокзал в античном стиле, даже имеет свой внутренний дворик с фонтанами, скульптурами и небольшими садами. Часы на главной башне вокзала представляют собой не просто хронометр, а настоящую загадку, связанную с зодиакальным кругом. Знаки на циферблате расположены в порядке, который был известен лишь создателю проекта. Это необычное размещение порождает множество вопросов и гипотез до сих пор. Еще один уникальный вокзал расположился в городе Слюдянко Иркутской области. Построили его в 1904 году. Это единственное в России здание, целиком построенное из белого и розового мрамора. Имя архитектора здания не сохранилось. Однако считается, что им был итальянец. Каждый вокзал страны несет в себе частичку истории и души России.